Ален Моррисон и Стюарт Блэк. Корпорация «Китай». Как адаптировать конкурентную стратегию вашей фирмы к современным реалиям китайского бизнеса? Эта книга содержит таблицы рисунки и иллюстрации в виде дополнительного PDF-файла, которые вы сможете скачать на странице аудиокниги на сайте после ее покупки. Мало кто недооценивает внушительные масштабы и важность корпорации Китай. И все же зачастую ее часто считают простым ответвлением от общего русла глобальной экономики. Однако политические и общественные реалии этой могучей нации, несомненно, обусловливают тот факт, что компании в Китае действуют совершенно иначе, нежели в государствах, приверженных либеральной демократии. В книге «Корпорация Китай» известные стратеги лидерства и менеджмента раскрывают перед деловыми людьми всеобъемлющую и содержательную дорожную карту взаимодействия с китайским бизнесом. Вместе с авторами вы исследуете уникальную природу китайского предпринимательства и реалии ведения дел с предприятиями в этой стране. Эта книга, посвященная в первую очередь взаимосвязи государства Китай и китайского бизнеса, убедительно показывает, что отдельные фирмы и организации – это зачастую лишь вершина айсберга. И поэтому, дабы разобраться в сути их действий, необходимо применять холистический подход. Авторы разъясняют, как концепция стратегии амбиции государства и Коммунистической партии Китая, играя направляющую роль, влияют на ключевые коммерческие предприятия и как это затрагивает деловые интересы не китайских партнеров. В книге обсуждаются конкурентные стратегии и тактика корпорации Китая, а также стратегии и тактические опции для западных бизнесменов, вовлеченных в конкуренцию с Китаем и в Китае. Читатели также найдут здесь описание факторов и характерных особенностей, которые придется иметь в виду бизнесменам, ведущим дела в Китае и с китайскими компаниями. Книга «Корпорация Китай» – бесценное и проницательное исследование феномена одной из величайших экономических держав современной эпохи, по достоинству займет свое место на книжных полках менеджеров, руководителей, консультантов, юристов и других профессионалов и лидеров, желающих получить обоснованное и детальное представление о Китае, о могущественном промышленном игроке, конкуренции с которым. Не избежать. Предисловие. Мы, старшие профессора по лидерству и стратегии, наш стаж исследований и писательских трудов в этом качестве, насчитывает уже свыше 30 лет. За это время мы посещали Китай, включая Гонконг, более 120 раз. Написали более десятка ситуационных бизнес-кейсов о западных компаниях в Китае и о китайских компаниях, расширяющих свое присутствие за рубежом. Работали приглашенными профессорами в ведущих бизнес-школах Китая. Обучили множество бизнесменов и высших чиновников китайского правительства. Провели семинары для более чем трех тысяч представителей западных деловых кругов на тему, как вести дела в Китае или работать с китайскими компаниями. Кроме того, взяли интервью у десятков китайских топ-менеджеров и правительственных чиновников, в том числе мэров и сотрудников государственных регуляторных органов Китая. А также у эквивалентного числа сотрудников торговых ассоциаций и участников круглых столов по вопросам бизнеса Соединенных Штатов Америки и Европы и западных представителей делового мира с внушительным опытом работы в Китае. Работали в консультативных и управленческих советах публичных компаний Китая и в знаменитых китайских университетах. С годами наш интерес к Китаю только возрастал. Подъемы и процветания страны превзошли всеобщие ожидания, включая наши собственные. Мы оба впервые приехали в Китай летом 1989 года. Один в Пекин, другой в Шэньчжэнь. События на площади Тянь-Аньмэнь оказали глубинное воздействие на всю страну и на каждого из нас. Одна из первых совместных исследовательских поездок в Китай в начале 1990-х привела нас в Шанхай. Тогда аэропорт не был таким сияющим, просторным сооружением, каким его видят сегодня. На самом деле ремонт одного из залов ожидания ограничили только укладкой напольного покрытия, и оно было довольно грязным. От международного до местного терминала нам пришлось идти пешком по улицам города. Но вот пролетело несколько десятилетий, и мы вспоминаем недавнее путешествие из Нанкина в Пекин на одном из скоростных поездов страны. Путь длиной примерно в 640 миль, что не сильно отличается от расстояния между Нэшвиллом, Теннесси и Орландо. Штат Флорида, который, как правило, преодолевается за 10-12 часов езды на машине, занял у нас чуть больше трех с половиной часов. И поезды комфортной съезды были ничуть не хуже, чем в Японии или Швейцарии. Сегодня аэропорты, морские порты, сабвеи, дороги, мосты страны – одни из лучших в мире. Нас также впечатлил уровень цифровизации продвинутости облачных и онлайновых сервисов, как и поражающее воображение количества магазинов с швейцарскими часами, роскошных высоток и немецких автомобилей класса люкс на дорогах. А недавно мы с изумлением увидали попрошаек, посверкивающих QR-кодами вместо жестянок, куда прохожие когда-то бросали мелочь. Эти современные виды, звуки и впечатления отмечают практически все, кому довелось попасть в Китай в течение последнего десятилетия. Люди с большим опытом по чести поездок в Китай поражаются масштабом и темпом изменений. Тех же, кто приехал в Китай впервые в последние несколько лет, зачастую шокируют то, что они видят и испытывают. Один турист, с которым мы встретились до пандемии COVID-19, сказал, «А я, конечно, не ожидал увидеть рикш и людей в костюмах эпохи Мао, но и такого я не ждал. Уровень модернизации просто бросается в глаза. И мы согласились». Но каким бы впечатляющим ни было, так сказать, что, то есть материальная сторона модернизации Китая, наш интерес и исследовательский порыв всегда были сосредоточены на стороне «как», особенно в последние два десятка лет. Удивительно, как именно Китай пришел к своему сегодня. Если бы мы писали книгу по истории, это стало бы нашей главной темой. Но перед вами книга по бизнесу, написанная для бизнесменов. Следовательно, мы сосредоточимся на том, куда движутся Китай и его коммерческие предприятия, и как они планируют конкурировать и побеждать на этом пути, то есть на их конкурентной стратегии. Мы говорим «их», но в действительности имеем в виду «его», и данный сдвиг от множественного к единственному числу составляет самую суть одного из наиболее распространенных заблуждений иностранных бизнесменов в отношении делового Китая. Большинство западных бизнесменов анализируют конкурентные стратегии поставщиков, стратегических партнеров или конкурентов отдельной компании как аналитической единицы. Их всегда так учили. К сожалению, подобный подход является фатальным просчетом, потому что там, где западного бизнесмена научат видеть независимую, мультимиллиардную корпорацию. На самом деле наблюдается только кончик носа чудовища размером в триллионы долларов. Этот монолит мы назвали «Корпорация Китай», и представляет он собой не отдельную компанию, но целую экосистему компаний, связанных воедино в крупнейшем на планете предприятии по уровню занятости и втором по величине доходов в китайском государстве, включающем в себя центральные, провинциальные и муниципальные органы управления. Оно в противоположность тому, что представляют себе иностранные бизнесмены. Китайское государство не действует за закрытыми дверями в прокуренных комнатах, нашептывая свои пожелания представителям коммерческих кругов в надежде, что те прислушаются. Нет, поскольку государство официально владеет предприятиями, составляющими от 30 до 40% экономики, оно действует в открытую. Государство публично заявляет о своем намерении не допустить конфликта интересов, представлений, амбиций и стратегий государства и ключевых коммерческих предприятий. Но «Корпорация Китай» простирает свое влияние далеко за пределы этого основного кластера госпредприятий, охватывая им практически все частные компании маломальски значимых размеров и важности. Тому, как и в какой степени это происходит, и будет уделено основное место в первой части нашей книги. Поскольку большинство западных бизнесменов фокусируют внимание на отдельных предприятиях, постольку их занимает в первую очередь конкурентная стратегия конкретного предприятия. Но поскольку, как мы считаем, существует всеобъемлющий монолит под названием «Корпорация Китай», существует и высшее видение и стратегия, главенствующие над индивидуальными бизнесами в Китае. Сосредоточиться на стратегиях конкретного предприятия означает видеть вместо целостной картины отдельные кусочки головоломки. Хорошие новости заключаются в том, что стратегия корпорации Китай не является государственной тайной. Никто эту стратегию в сейфе не прячет. Она представлена в открытых документах всем на обозрение. Однако именно о ней большинство иностранных бизнесменов имеют лишь поверхностное представление. Таким образом, вторая часть книги посвящена знакомству с конкурентной стратегией Китая и соответствующими тактиками. Итак, книга написана для бизнесменов, поэтому темой последней части будет влияние корпорации Китай и ее конкурентной стратегии на бизнес. Конкретно мы поищем ответ на вопрос, какие стратегические опции и варианты действия есть в распоряжении западного бизнеса, чтобы конкурировать с корпорацией Китай и в ней самой. Хотя никто не оспаривает впечатляющего прогресса Китая и его коммерческих предприятий, однако, как утверждают любые прогнозные заявления, а заявления о безопасной гавани, прошлые успехи не гарантия успеха в будущем. Так что прошлое Китай – это пролог, оно не пророчество и непредрешенная судьба. В 2019 году мы опубликовали в Гарвард Бизнес Ревю статью, где выделили многие из ключевых факторов, способных пустить под откос корпорацию Китай. В конце книги мы подробнее углубимся в данную тему. Мы не принадлежим ни к лагерю тех, кто предсказывает, что Китай завоюет весь мир, ни к числу тех, кто пророчит его грядущий крах. А мы, скорее, приверженцы прагматичного подхода. На наш взгляд, иностранные бизнесмены должны понимать природу корпорации Китай, ценить элегантность ее стратегии и признавать дисциплинированность китайцев, их умение концентрироваться на главном. Было бы мудро со стороны нашей целевой аудитории соответственно планировать собственную стратегию и повторять как мантру девиз бойцов спецподразделения ВМС Соединенных Штатов Америки «Морские котики». Оцени обстановку и приспособься к ней. Чтобы этому поспособствовать, мы расскажем о факторах, которые иностранные бизнесмены должны отслеживать в динамике, поскольку корпорация Китай не стоит на месте. Мы объясним, как эти факторы помогают или вредят китайской стратегии, чтобы деловые круги могли по необходимости адаптировать собственные стратегии. Когда мы решили написать эту книгу, как раз был разгар пандемии COVID-19, а политическая напряженность между Китаем и Соединенными Штатами Америки была очень сильной. Разрыв между двумя странами был главной темой момента и по-прежнему остается ею во многих кругах. Нам известна важность политических взаимоотношений для коммерции, однако мы хотели развить тему корпорации Китай и ее конкурентной стратегии по возможности вне политики. Мы оставляем другим измерять долю вины и политические разногласия, когда речь заходит о текущих или будущих трениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки или какой-то другой страной в этом плане. Наша цель проста – помочь бизнесменам делать более обоснованные и мудрые стратегические выборы для своих компаний в отношении Китая. Надеемся, что наши выводы и рекомендации в этом помогут. Идет ли речь о руководстве малыми, средними или большими компаниями, занимаются ли они инвестициями и операциями в Китае или таковых – не имеется. Но мы убеждены, что без этого никак не обойтись. Глава первая. Конкурент нового типа. К Китаю приковано внимание всего мира. Большинство западных бизнесменов, осуществляет ли их компания операции в Китае или нет, с легкостью перечислят своих ключевых китайских конкурентов. Многим из этих конкурирующих компаний еще нет и трех десятков лет, но они пользуются уважением, даже если иностранцы с трудом произносят их названия или просто обозначают их аббревиатурами. Например, SAIC – Шанхайская Автомобильно-Промышленная Компания, ICBC – Промышленно-Коммерческий Банк Китая, или CNOOK – Китайская Государственная Офшорная Нефтяная Компания. К сожалению, могущественные китайские соперники, которых знают западные бизнесмены, не выставляют на показ полной картины вызовов, с которыми тем приходится сталкиваться. Когда иностранные предприниматели видят перед собой независимую, отдельную, многомиллиардную китайскую корпорацию, то на самом деле перед ним лишь кончик шпиля огромного, многотриллионного монолита. Реальный соперник – это не просто отдельные компании, которые обычно находятся в центре конкурентной аналитики западных бизнесменов. Но совокупность взаимосвязанных фирм в составе более крупной экосистемы. Что еще важнее, этот монолит включает в себя крупнейшее в мире предприятие планеты по числу работников – 386 миллионов и второе по величине прибыли – 1,3 триллиона долларов. Мы говорим о государстве Китай с его центральными, региональными и муниципальными органами управления. Эту коммерческую общность мы именуем корпорация Китай. Не принимая в расчет целостной картины, иностранные бизнесмены могут неверно понимать свои возможности и вызовы конкурентов и неверно рассчитывать ответную реакцию. Таким образом, эта книга преследует две цели. Во-первых, мы предложим вам всеобъемлющий обзор корпорации Китай с точки зрения конкурентных реалий, с которыми придется иметь дело западным компаниям. Во-вторых, мы рассмотрим стратегии, которыми западные фирмы могут пользоваться, вовлекаясь в конкуренцию с корпорацией Китай и в ней. Дабы оценить сопутствующие вызовы, иностранные предприниматели должны в первую очередь учитывать различия между китайскими предприятиями и корпорацией Китай. Восхождение китайских предприятий Мы, будучи профессорами, впервые приехали в Китай в июне 1989 года. Один из нас поехал на юг, в Шэньчжэнь, а другой направился на север, в Пекин. Многие читатели наверняка помнят эпохальные события, происходившие в тот месяц и год в Китае, когда для подавления протестов на площади Тяньаньмэнь пришлось вести войска. Что касается нас, то мы помним, в течение трех последующих десятилетий проводимые нами исследования, написанные ситуационные кейсы и консультативная деятельность в Китае, в основном были сосредоточены на том, как именно западные фирмы ведут конкуренцию в Китае и с Китаем. По ходу дела мы тоже разрабатывали и вели сотни программ по подготовке руководителей, в которых приняли участие свыше трех тысяч представителей высшего звена. Центральной темой была конкуренция с Китаем и на его территории. Ключевым предметом данных программ практически всегда являлся конкурентный анализ, и, как правило, центральным элементом этого анализа была оценка китайских конкурентов. В начале каждой сессии мы постоянно задавали простой вопрос. Кто ваши китайские конкуренты? Тогда, в 1990-х, мы неизменно получали один из трех ответов. Я этого не знаю точно. Вообще-то, у нас не имеется китайских конкурентов. Я могу назвать нескольких, но они не слишком нас волнуют. Они не представляют для нас серьезные угрозы. Сегодня другая история. Когда мы просим западных бизнесменов назвать имена, для них, как правило, не составляет труда определить своих основных китайских конкурентов, а также первый уровень их клиентов и поставщиков. Внутренний потенциал, восхождение как источник поставок и рынка сбыта. Чем объясняется такое изменение реакции? Ответ прост и глубок. За последние 30 лет Китай совершил космический по масштабам рывок, как источник поставок и рынок сбыта.